Почти вдвое в этом году увеличивают посевы кормовых культур фермеры Костанайской области. Последние три года в некоторых районах региона была сильная засуха, поэтому вопрос с кормами встал остро. Чтобы не зависеть от погодных условий, аграрии начали использовать на полях поливальные установки. Подробнее расскажут мои коллеги. Последние три года в Ждегринском районе была сильная засуха, и по кормам здесь собирали катастрофическое мало, всего полтора центера с гектара. Фермерам этого не хватало, и доходило до того, что сюда отправляли гуманитарную помощь в виде сена. Урок из этого местные фермеры извлекли и перестали надеяться только на такую культуру, как житняк. К примеру, в этом хозяйстве, где сенокосных угодий не так много, теперь выращивают суданскую траву. Преимущество в том, что если благоприятные погодные условия, можно снять два укоса. Это раз. Второе, если даже один укос, урожайность где-то процентов на 50 больше, чем житняк. Это два. И третье, ну, качество. Кормовые качества. В этом году в Ждегринском районе увеличивают площадь под кормовые культуры с 6 до 10 тысяч гектаров. Более того, засуха заставляет обращаться к технологиям. И теперь в некоторых хозяйствах закрепляется понятие «поливные поля». Установки уже работают. Четка поливаем. Работать можно. Все. Запустили. На такие меры фермеры идут не случайно. За сушливые годы заставили население сбрасывать скот. В прошлом году из-за дефицита кормов на убой ушли 4 тысячи голов креса. В этом сезоне, прогнозируют в местном Акимате, ситуация повториться не должна. Ведь средняя урожайность сейчас на уровне 5 центнеров с гектара. Потребность у нас в целом на зимовку выходит 36 тысяч тонн. Это в целом по району. Опыт прошлый раз показал. Все наши крестьяне, все стихотворопроизводители, они планируют уже полуторагодичный запас уже заготовить. Что касается цен на корма, то здесь ожидается картина прошлого года. Хотя некоторые фермеры в Житикаринском районе говорят о возможном удешевлении стоимости сена для своих работников. Произойти это может за счет снижения себестоимости. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Кустнаяская область. Хабар 24.